С началом войны в Украине интернет переполнили странные взрывы российских танков. Они взрываются как бы изнутри, вспыхивая словно фейерверки. Взрыв настолько сильный, что башня танка улетает на много метров в воздух. Чтобы вы понимали, башня почти любого российского танка вместе с пушкой весит не менее двух тонн. Но она взлетает вверх, словно пустая банка из-под пива. Представьте себе, какой силы этот взрыв. Падая обратно на асфальт, башня танка врезается в него словно в масло. Что же происходит с российскими танками и почему они так взрываются? Я потратил время и выяснил, что такие взрывы получаются по двум причинам. Во-первых, российские танки имеют ряд уязвимых мест в своей конструкции. Во-вторых, это происходит при правильном воздействии на них целевого оружия. Но справедливости ради уточню, что под российскими танками я имею в виду танки советского производства. Это касается и украинских танков, и танков других стран. В общем, давайте за основу возьмем самый массовый советский танк Т-72. Этот танк можно уничтожить как противотанковой ракетой типа «Джевелин» или «Нлоу», а также с помощью обычной гранаты, если сбросить ее прямо в отверстие на башне танка. Сейчас я вам объясню, как это работает. Мы рассмотрим оба примера на реальных задокументированных видеокадрах. В целом, башня — это самое уязвимое место у всех российских танков советского производства. На сегодняшний момент все российские танки очень устарелые, а новых или модернизированных танков у России практически нет, за исключением нескольких единиц. Первой большой проблемой российских танков есть способ хранить боеприпасы. Они размещены по кругу внутри башни. В отсеке помещается 40 снарядов, как видно на этой схеме. Танкисты фактически сидят на них. Можно сказать, что они сидят на пороховой бочке. Посмотрите, к примеру, как размещаются боеприпасы в танках «Леопард» и «Абрамс». На схеме видно, что боеприпасы размещены в задней части башни в специальной защищенной капсуле. В случае подрыва боеприпасов взрывная волна выносит их наверх, не задевая экипаж. В российских танках экипаж будет поднят в воздух вместе со взорвавшимися боеприпасами. Во-вторых, в башне российских танков есть отверстия, через которые кумулятивная огненная струя от ракеты «Нлоу» проникает внутрь танка. Но об этом чуть позже. А в открытый люк можно даже с дрона сбросить гранату и танку конец. Попав внутрь, граната взрывается и зажигает все, что может гореть. Затем пожар усиливается, а температура поднимается до такой степени, что это приводит к детонации снарядов, отчего происходит взрыв в виде фейерверка. Чем больше снарядов будет в танке, тем сильнее будет взрыв. Главное — зажечь танк внутри башни, тогда детонация снарядов произойдет гарантированно. Это можно сделать как противотанковой ракетой, так и обычной гранатой. Сила взрыва способна мгновенно испарить экипаж танка. Посмотрите на это видео. Впереди на дороге шел российский танк, который был подбит ракетой «Джевелин». Сила взрыва была такой, что башню подбросило на 50 метров воздух. Значит, в танке было много снарядов, и он шел на выполнение задания. Посмотрите еще несколько взрывов российских танков. Впечатление такое, что танк разрывает изнутри. Танкисты знают, какой опасности они подвергаются, поэтому при малейшем воспламенении они пытаются покинуть танк и отбежать как можно дальше от него, как мы видим на этом видео. Танкист выбрался из танка и убегает. Он знает, что будет дальше. И действительно, дальше танк взрывается. Давайте теперь детально рассмотрим, как ракета «Джевелин» уничтожает российский танк. Спереди танк очень хорошо защищен броней примерно в 300 мм, поэтому лобовое попадание не принесет никакого результата. Также по бокам у российских танков часто установлена динамическая защита, которая отражает кинетическую энергию взрыва, рассеивая ее. Поэтому пробить танк прямо в лоб или сбоку будет очень сложно. Но у всех российских танков очень уязвима верхняя часть башни. Даже если там стоит динамическая защита, броня здесь очень тонкая, а в башне имеются щели. Часто в старых танках даже нет уплотнителя вокруг крышки люка. Ракета «Джевелин» специально разработана на этот случай. После пуска у ракеты включается ее двигатель, и она поднимается вверх на высоту 150 метров. Далее при помощи гироскопов и двигателей системы управления ракета наводится на цель по нужной траектории так, что ракета ударяет танк почти вертикально. Это очень хорошо заметно на этих видеокадрах. Выпущенная таким образом ракета наносит удар по верхней части боевой машины. Ракета «Джевелин» может даже пробить крышку люка и залететь прямо в башню. Вмиг происходит взрыв и детонация боеприпасов в танке, а башню срывают с огромной силой в воздух вместе с экипажем. Экипаж танка в таком случае даже не успеет понять, что с ними случилось. Британская противотанковая система НЛО работает еще более изящным способом. Ракета пролетает над башней танка и взрывается, поражая танк сильными огненными струями. Этот огонь быстро проникает в самые мелкие щели в башне российских танков, вызывая пожар внутри танка. А пожар внутри быстро приводит к гибели экипажа и подрыву боеприпасов. Далее происходит то же самое. Танку отрывает башню. Кстати, российское командование пыталось защитить свои танки еще перед боевыми действиями в Украине. На танке наваривали специальную металлическую сетку, надеясь, что это поможет. Но практика показала, что она бесполезна, особенно против ракеты НЛО. Огневая струя легко проходит сквозь сетку. Защитить танк от такой ракеты могла бы только полная герметизация башни, так как огонь под большим давлением может проникать даже в самые маленькие щели. Внутри башни танка начинается пожар, который под воздействием потока воздуха разгорается, увеличивая температуру. А это приводит к взрыву снарядов. И снова все вздымается в воздух. А вот как уничтожают танки с помощью обычной гранаты. Часто на поле боя солдаты оставляют танки с открытым люком в башне. В данном случае мы видим брошенный украинский танк. Для тех, кто не знает, это такой же танк Т-72 с советского производства, какие использует Россия. Как украинцы, так и русские научились очень метко сбрасывать гранаты с дронов. Граната попадает прямо внутрь танка и вызывает пожар, который быстро приводит к детонации боеприпасов. После этого танк фактически непригоден к использованию. Когда в танке много боеприпасов, и все они взрываются изнутри, это приводит к таким повреждениям, что танк превращается в груду металлолома и не подлежит восстановлению. Иногда танк просто разрывает на части, в стороны отлетают гусеницы и части корпуса. В первые месяцы войны украинцам удалось уничтожить сотни российских танков. В некоторых случаях, как вы видите на этих кадрах, уничтожались целые танковые колонны. Все это говорит о том, что российские танки непригодны для ведения современной войны. Они скорее являются пороховой бочкой для экипажа или гробом на колесах, нежели надежной защитой для наступающих солдат. В американских танках в течение долгого времени приоритетом была выживаемость экипажа, в отличие от советских танков. Это просто разница в конструкции отсека для хранения боеприпасов и разница в расстановке приоритетов. Для СССР люди были таким же расходным материалом, как и машины. А для западных стран человек представляет главную ценность. Это повлияло и на конструкцию танков. Россия унаследовала советский подход вместе с советскими танками, ну и многие постсоветские страны в том числе. Очевидно, что в ближайшем будущем придется полностью отказаться от устаревших танков или сильно их модернизировать. Для этого придется герметично защитить башню танка и изменить место хранения боеприпасов. Скорее всего, придется изобретать новую башню для танков. Но сможет ли Россия решить эти задачи, неизвестно. Особенно в условиях жестких санкций. Ну а вы пока посмотрите другие мои видео на канале.